Субтитры делал DimaTorzok Города не пишутся? У меня значок стоит, что я с Украины, а города же не пишут. Есть программа, что пишут. Причем пишут, как правило, более точно. Значок это так. Значок вам ставится не ваша, сейчас рулетка так устроена, что не ваша истинная джерлокейшн, а то, как вы регистрировались в Фейсбуке. Вы заходите через Фейсбук, какую страну вы регистрировали, такая будет. У меня раньше был российский до спецоперации, до февраля, а потом он как-то стал украинским, я даже не помню как. Я не переменял. Ну, это значит, вы заходили под VPN под украинским, разок, а он зацепился. Иначе быть не могло, не может. Ну, я понял, я понял вас, да. Не могу поменять. У вас, может, какие-то вопросы есть на какие-то темы беседы? А вы откуда? В Торонто. А, ну, интересно, Канада, чё? Не, ну, не выехали откуда? В Торонто приехал из Харькова. Да. А, ну, это важно, потому что, как бы, что украинцы приехали за границей, они отличаются от русских приехавших. Но я, что это русский по национальности. Нет, а я, как бы, я граждан, что, как бы, да, я, да, ну, бывает и такое. А, ну, бывает и русский, за Украину так топик, что он, не дай бог. Бывает, да. Чего это, как бы. Да я вообще... Я кровь не меряю, череп тоже. Я вообще-то на два дома жил, у меня в Москве, у меня в Москве квартира и в Харькове. А, ну, тоже такое было. Я жил на два дома в Москве. Мне интересно всегда, кто за какую, кто какую сторону выбирает. А. Мне тоже интересно, мотивация. Ну, понятно. Потому что многие русских, да, они из России, и как ты родня, они из Украины, как бы, так, чтобы... Ну, я понял, да, да, я согласен, да. Как будто, не знаю, что... Ну, для меня, для меня лично Украина, это гнойная отрижка коммунистического режима. Созданная... Ну, вот тогда понятно. Созданная двумя русофобами, Лениным и Троцким. Ну, Ленин, я хорошо отношусь к Ленину, да. Просто мало прожил, мало прожил, к сожалению. Ну, Ленин, смотрите, я вот к нему как фил... Вы кто по образованию, если не секрет? Инженер-электрик. Ну, значит, вы поймете, что я вам скажу. Ленин, как философ, был, ну, почти гениальный. Его фраза, вот известная, в работе материализма и эмпирии кратицизм. Его фраза известная, мы изучали даже, и вы. Электрон так же не исчерпаем, как и атом. Он, не будучи физиком, предсказал это. Это в период господства теории Резерфорда. В начале века господствовала теория строения атома Резерфорда орбитальная, по которой считался, что электрон элементарная частица, и до сих пор название сохранилось, элементарная частица. А подразумевается, что она больше ни на что не может делиться, ни из чего состоять. Это самое минимум. А на самом деле, вот он как философ предположил, что электрон, и вот потом ученые уже заявляли, что электрон это тоже есть, чего это состоит, да? Там мизон и так далее. Ну, это бесконечно. Да, а с точки зрения политика, ну, с одной стороны, создал, так сказать, сильное государство относительно, да? Ну, военно-сильное, а с точки зрения уровня народа не очень. А с другой стороны, разрушил великую страну, принимало участие в разрушении Российской империи. На большевиковых... Она развалилась. Она развалилась до него. До него. Да, до него. Разрушили то, что валялось. Да, я согласен. Но, но... Разрушать армию поручили большевикам. Они разрешались с 15-го года. Разных агитаторов засылали, чтобы не воевали. Армию разрушали именно большевики. Другие другим занимались, боролись там с двором. Это уже большевики тут ни при чем. А армию разрушали в основном большевики СССРами. Можно я одну реплику скажу? Да. Если она крепко, никто снаружи, ничего, все разрушения, все снаружи. Либо убивают, если она остается жива, то она разрушается изнутри. Если ее не развалили армию, да, то есть как бы она была, ее не победили. Агитатор, например, мы играем. Агитатор, ты можешь говорить, большими все, что хочешь, да. Но когда приезжают в деревню, или из деревни пишут так и так, да, родня. Либо это ложится на пропаганду большевиков, либо не ложится. Если не ложится, то иди нахуй большевиков, да. Ну, я, это понятно. А кроме того, вот я согласен, там они подобрали власть, да, в октябре. Тут им предъявлять тут нельзя. Им предъявлять нужно за 5 января 2018 года. А знаете, что случилось 5 января 2018 года? Поясните. Ну, вот я немножко издалека зайду. Вот там мы критикуем и заслуженно критикуем все эти Укромайданы, да, от 5 года. А Укромайдан 5 года, когда Ющенко пришел в власть, это почти полная калька событий в Питере 5 января 2018 года, когда большевики, проиграв выборы вместе с левыми эсерами, хотя надеялись их выиграть, разогнали вновь избранный парламент, который назывался учительное собрание. Там победили правые эсеры. И вот большевики, проиграв выборы, если бы они в них не участвовали, это одно дело, а то они участвовали, надеялись победить, проиграли и разогнали. То есть в Украине поступили как-то более как бы так витиевато и цивилизованно, назначили опередочный третий тур, вы знаете, да? А тут просто разогнали. Вот это полная калька. Вот и можно считать, что раз разогнали, они типа незаконно пришли к власти. Но потом есть такое понятие вот в гражданском праве приобретательская давность. То есть если вот вы самозахватом взяли какой-нибудь участок, и если 15 лет никто не проверяет на него права, вы можете его зарегистрировать на себя, несмотря на то, что вы незаконно взяли. Так и получилось с большевиками. Вот удержались они 15 лет, тогда их начали признавать. В 33-м году штаты признали, там до этого Европа признала в конце 20-х и так далее. Я вас понял, можно одну реплику? Да, пожалуйста, пожалуйста. Я вообще, я как бы, вот эти споры про законность, незаконность, по большому счету, если как бы по чесноку, по гаходству, они достаточно бессмысленны, потому что законы, это не скрижали и не Библия, они переписываются в угоду победившему. Вот выгодно, как бы, непосредственно какой-то запрос на это, чтобы они поменялись в ту или иную сторону, либо победивший, который победил, да, меньшинство, но он как бы всех принудовал, а остальные согласились, там, разной степени терпимости, да, и они приняли, то есть вынуждены были принять. Право сильного, только это, законность, юридически, там, не юридически, по большому счету, это все в пользу бедных, да, ну, победители переписывают историю. Ну, я согласен, это, даже такая фаза. Поэтому большевики взяли, как Ленин же, филотов, он сказал, только та революция чего-то стоит, если она может тебя защитить, то кто тебя защитит? Снаружи, либо снутри. Снаружи большие, и между государственными нет морали, да, нет морали между государствами. Ни один народ друг к другу, ни друг, ни брата, ни сват. Я больше скажу, конкуренцию между правными народами ничего не отменил. Если кто-то думает, что Америка жаждет процветание России наравне с тобой, он, мягко говоря, наивный. Ну, конечно, но так мало кто думает, так мало кто думает, да. Правильно, но украинцы так думают. Ну, как бы они слабоумные, я как бы кто за Украину, я считаю слабоумными, потому что я как начну говорить, они не понимают, либо делают вид, либо если не понимают, они слабоумные, а если делают вид, то они просто мерзатые и враги, я вижу аналитический человек давайте я вам дам название своего канала вы заходите подпишитесь а потом а потом продолжим беседу вот копируйте ты вот я внизу написал день клуб смотрите месседж да в поиске ютюба внесете в поиск ютюба и сразу найдете скопируйте а то когда расстанемся пропадет ну заходите телефона тоже видно месседжи да или немножко пальцем нужно скрол сделать а не да так вы да вы тогда запишите на бумажке что ли да да в поиск ютуба но я вам еще хочу сказать вот допустим вы помните кто был после сталина правителя правил ссср кто лидер кто был правильно а то не многие заслеты вот насколько хорошо преподавали пресс-сср естественной науки настолько правильно правильно да вот у меня у меня про маленкова тоже много роликов вот насколько он был негативен при сталине настолько он был позитивен на посту лидера то есть народ им был он послабление дал крестьянам то есть он начал паспортизацию разрешил ни одну корову там увеличил плодовые деревья дома решили больше иметь очень много он послабление сделал крестьянам и даже такая партия группа маленкова берега пришла да 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 ну лучше или хуже мы не знаем потом на вере при сталине и перед головой как бы это да ну так вот я про я понял я знаю я про маленкова закончу даже пословица было если слышали пришел маленков поедим блинков не слышали ну хорошо вот я вот я хотел еще остановиться на этом ладно если вопрос а у вас больше нет спасибо за беседу набирайте я подожду если проливаться уже ничего страшного мы закончили набирайте я не отключаюсь подожду может вопрос может у вас вопросы по роликам какие будут да дура коваляне разговаривают разговаривают вон так говорили почему же тогда утилитарным государством правильно утилитарное государство правильно Великобритания утилитарное государство Германия утилитарное государство у них есть один госпитализм ребенок но мы Как называются? У нас соединенные шпатами. Это федерация? Да. Вот. Ну, королёк всегда писал мудрый. И сниться нам неровно, как космоёма, Жене-это ледяная синема, А сниться нам дрова, дрова усёма, Зелёная, зелёная братья... ...в соседней стране. 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, За то, что мы живём хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живём хорошо. Слушай, Карпов. Сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Мы не слушаем его. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские это какой чей отвечает? Воронеж передали. В 1922 году. Воронежской области. А в 1922 году Ильевская область где была? В Австро-Венгрии. Опа! Так это не была ещё? Ну ещё. ПЕСНЯ 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 Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь. Стримит. Зарабян. Первый секретарь Армении. Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьёв из Краснодара приедет завтра. Ага. Вот с ним и Зарабяном завтра и... Совместный стрим. Это очень опасно. Хохлов и Лёня пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Харкафовский был. Мы сделали украинским углом ночлением. Пытаясь. Да, да. Украины кто? Ага, всё же. Ну, по-каличку. И по конституции. Ещё раз заявляю. Власть Харьковской области четвёртая и сильная. Мы не позволим никому учиться жить. Я заверяю вас. Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Гвоздкой власти. Будет только Харьковская власть. Но ты мне улица родная. И мне погоду дорога. Айх-Харьковская область. Айх-Харьковская область.